Добрый вечер, коллеги! Мы находимся в месте, где на вопрос «А кто вы по национальности?» вам ответят «А что?». А это означает, что в эфире новости из Израиля. Израиль готовится отметить свой 67-й день независимости, и мы решили подвести промежуточные итоги, ведь за эти годы страна смогла многого добиться. Израильская медицина – одна из лучших в мире. Может быть, именно поэтому все больше русскоязычных туристов прилетают к нам лечиться. Такое ощущение, что посмотрев, как вы отдыхаете в Турции и Египте, наши власти поняли, что нужно развивать именно медицинский туризм, эдакий автопати. Я думаю, что смело уже можно описать в Википедии, что Израиль – это дом еврейского народа и санаторий русскоязычного туриста. Израильские технологии известны на весь мир. ICQ, микропроцессоры и флешка – это лишь малая часть того, что придумали израильские инженеры. Иногда складывается впечатление, что после иврита и русского следующий по популярности язык – это джава. Население Израиля регулярно растет, и страна развивает приток хрипатриантов из разных стран. Складывается интересная ситуация, что во всем мире население увеличивается в основном за счет секса, а в Израиле – за счет правильной работы правительства. Израиль славен своей вкусной едой, и особой популярностью здесь пользуется хумус. Нас даже в шутку иногда называют хумусапианцы. Кстати, после того, как узнали ученые, что хумус особо полезен для мужской потенции, он стал безумно популярен среди туристов. Правда, на вопрос, нравится ли вам его вкус, многие отвечают – не знаем. Мы им мажемся. Основным блюдом и традицией в День независимости Израиля стали массовые народные шашлыхи. Почему именно эта традиция прижилась в молодом государстве, мы узнаем прямо сейчас. А почему в День независимости вся страна выезжает и жарит шашлыки? Честно, не знаю. Может быть, просто время отдохнуть? Потому что у всех выходной. Я думаю, это с Молдовы. У нас точно такая традиция. Ну, это такой национальный праздник. Все выезжают. А как вы будете отмечать День независимости? Ну, как и все, поеду делать шашлыки. Ну, человек, он понимаете, он как, ему надо покушать. Не знаю, испокон веков так заведено. Вы это специально подстраиваете? Чтоб я сказала, что я не знаю? На весь мир, нет, не знаю. В общем, мы продолжаем готовиться к Дню независимости и ждем от вас поздравлений и пожеланий. Единственная просьба – не желайте нам традиционные еврейские до 120. Хочется как-то подольше. Мы продолжаем следить за новостями в Израиле специально для вас. 24 часа в сутки, 6 дней в неделю. Пока!